Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу, которая проведет очередной товарищеский матч, причем на этот раз встреча будет проходить в России, что отдельно приятно, а то постоянно мотаемся, не пойми где, выступаем за пределами страны. И вот, пожалуйста, игра пройдет в Москве, соберутся болельщики, добавят антуража, ну и плюс к этому соперник будет, прям скажем, статусный, потому что до этого, ну при всем уважении, матчи с Катаром, молодежная сборная Египта и так далее, все это не воспринималось как какое-то большое футбольное событие. А Камерун, ну это мое почтение, команда с определенной уже достаточно богатой историей, с самыми настоящими суперзвездами в составе, в Россию приедет галкипер Манчестер Юнайтед, он, она, опорник Наполи, чемпионов Италии, Ангеса, другие звезды. В общем, это будет действительно любопытно и интересно, и давайте обсудим эту встречу, которая, на мой взгляд, может стать достаточно серьезной проверкой для сборной России здесь и сейчас. Давайте начнем разбор соперников с российской сборной. В чем наше преимущество? Итак, во-первых, мы играем дома. Учитывая то, что во многих предыдущих встречах главной проблемой России было отсутствие вот какой-то мотивации, какой-то спортивной злобы и заряженности на борьбу, хочется верить, что вот сейчас как раз вот наши тайбуны, наши болельщики заедят команду, и она постарается показать себя, показать футбол, показать желание, ну и далее по списку. Хочется верить, что эта встреча станет, ну, может быть, какой-то переломной для нашей команды, когда она начнет действительно работать на 100%, а не отбывать номер на футбольном поле, как это было в предыдущих встречах. Еще один плюс – это то, что у нашей команды, на мой взгляд, более глубокий состав. Это важный нюанс, потому что основа сборной Камеруна, на мой взгляд, сильнее нашей. А если разбирать отдельно взятые позиции, то тут, к сожалению, на большинстве, скажем так, зон, в большинстве амплуа Камерунцы нас превосходят. У них, на мой взгляд, сильнее голкипер, сильнее нападение, у них интереснее полузащита и так далее. Но при этом у нас есть достаточно широкий подбор исполнителей. А у Камерунцев все-таки очень заметен переход от футболистов, условно говоря, основной обоймы, к игрокам резерва. То есть классический пример – это тот же самый Гаэль Ондуа. Хорошо нам знакомый парень, у которого есть российский паспорт, и он, кстати, помните, на чемпионате мира выступал в бутсах с нашим флагом, что стало причиной определенного скандала. Но, тем не менее, смысл в том, что Гаэль Ондуа – это футболист, ну, мягко говоря, середняковый. И это игрок, который у нас, ну, в Анжи играл, в каких-то других коллективах, и нигде толком не смог показать себя вот прям как звезда. То есть это футболист даже по меркам РПЛ. Ну, вот примерно для аутсайдеров. Там где-то играть и появляться на поле далеко не всегда в основном составе. Но в сборной Камеруна он по-прежнему вызывается. И получается вот такая картина. В основе у них опорный хавбек – это Ангеса, ведущий полузащитник Наполи, чемпионов Италии. А на скамейке будет сидеть на его же позиции Гайляндуа, другой опорник. То есть разница между основой и условным резервом – это просто космос. Либо, например, в Италии основной галкипер – это Страж Ворот Юнайтед. Он, она, человек, который недавно в финале Лиги Чемпионов играл за Интер. А кто за его спиной там второй-третий галкипер? Наверное, не знает никто, кроме тренера Камеруна Сонга. Поэтому здесь, ну, очень велика разница между основной обоймой звездной и резервом. Поэтому здесь, когда начнется работа с заменами, когда начнутся перестановки, тут у сборной России будет серьезное преимущество, потому что на лавке у нас сидят ребята поинтереснее. Ну и плюс к этому рискну предположить, что у нас, наверное, будет посильнее защита. Потому что у камерунцев сейчас одна из основных проблем, если посмотреть по звездности позиций, – это провисание обороны. То есть в атаке все очень круто. В полузащите звезды тоже есть. На воротах монкунянец он, она. А вот в защите, ребят, средненькие, прям скажем. И здесь сборная России может иметь определенные, даже вот, можно сказать, преимущества в классе исполнителей. Рискну себе такое предположить. Да, у нас с обороной тоже не все идеально. И вызов Джики со скамейки запасных Спартака в сборную тоже о многом говорит. Но, тем не менее, в целом наша оборона может оказаться надежнее, чем то, что есть у камеруна. В общем, добавим к этому еще и психологический фактор. То, что сборная России сейчас может быть, ну так скажем, пропитана каким-то особым реваншизмом, после того, как нашу юношескую сборную не пустили все-таки на отбор чемпионата Европы, после многих неудачных матчей, за которые сборную России критиковали, за отсутствие желания, возможно, сейчас команда как-то заведется. Плюс к этому хотелось бы обратить внимание на то, что наша сборная имеет определенные плюсы в виде того, что все футболисты друг друга знают. У нас, конечно, будут парни, вызванные из рубежа, там, Миранчук, Кузяев, Головин и так далее. Но, в целом, у нас футболисты плюс-минус играли в одних и тех же клубах, в одном и том же чемпионате. Они все воспитанники одной системы, поэтому тут, в общем и целом, наша команда может получить определенные даже преимущества. Именно в плане сыгранности и того, что люди друг друга знают. Это важный нюанс. У Камеруна же, ну, половина футболистов вообще не камерунцы, а французы там и так далее, которым выдали камерунские паспорта, потому что они и камерунского происхождения. Многие воспитывались за рубежом. Он, она, там, воспитанник Барселоны частично. Другие футболисты воспитывались во Франции. То есть это такая сборная солянка во всех смыслах. Наша команда все-таки прекрасно друг с другом знакома. Люди выросли буквально рядом друг с другом. А здесь, ну, камерунская сборная имеет вот такой минус. Слишком уж много тут футболистов со всех частей света, которые в разных чемпионатах сейчас выступают и так далее. Поэтому в данной ситуации у нас есть шанс на то, что мы все-таки будем более целостным коллективом. Будет больше командная химия. Так как у камеруна все-таки слишком много вот именно этого разнообразия. С другой стороны, это дает камерунцам преимущество в плане, так скажем, разных футбольных школ. В общем, посмотрим, что из этого сыграет в пользу России, а что в пользу камеруны. Ну и еще, возможно, возможно, у нас будет определенное преимущество в креативной группе. Полузащита за счет Головина и Миранчука. Но не факт. Это зависит в том числе от того, в каком состоянии находится Леха, например. Учитывая, что он в Наполе почти не играет. Так что посмотрим. Ну а теперь давайте по камерунцам. Во-первых, ну они в лучшем, наверное, спортивном настрое находятся. Потому что у них есть реальная спортивная мотивация. Они не отстранены. Они могут спокойно играть и так далее. То есть тут есть у них вот такой вот плюсик, который не может не принести им преимущество. К сожалению, Россия, которая до сих пор отстранена, она находится вот в таком полумертвом состоянии, условно говоря. Когда сборная вроде существует и играет, но при этом нигде официально не участвует. Поэтому здесь, хоть я и надеюсь, что сборная России заведется и что у нее появится мотивация показать себя при родных трибунах. Но с другой стороны, когда тебя в итоге никуда не допускают, ну сложно, наверное, настроиться на выступления в национальной команде. Поэтому здесь у камерунцев нет вот этого давлеющего политического фактора. И это, конечно, дает им возможность играть в свое удовольствие. Еще один плюс, как я уже отметил, у них очень сильная основная обойма. На большинстве позиций они превосходят нашу команду. Галкипер Онана, великолепная атака, где есть Мбеумо, Экамби, Абубакар. Ребята с очень серьезным послужным списком, из серьезных европейских клубов Ангиса в центре поля. То есть, как я сказал, глубина состава у России больше, но при этом камерунцы мощнее в плане стартовой обоймы. Тут, с другой стороны, следует отметить, что есть слухи про травму Ангиса, про некоторые другие факторы. Если эти травмы действительно подтвердятся, ребята не поедут в Россию, ну тогда ситуация немножко поменяется в сборную, в сторону сборной нашей страны, в сторону сборной России. Но пока что основная обойма камерунцев смотрится мощнее. При этом они мощнее еще и в плане физики. Здоровые, крепкие, темнокожие, загорелые ребята здесь могут, что называется, задавить сборную России за счет стандартов, навесов, всего остального. Посмотрите на мышечную массу Абубакара, того же самого, и вы поймете, о чем я говорю. Ну и плюс к этому тренерская дуэль. Карпин против Сонга. Это будет любопытно, это будет интересно. Ригабир Сонг, на мой взгляд, вот это мое чисто субъективное мнение, это лучший, простите за такую фразу, темнокожий наставник в современном футболе. Человек, который поднял камерунскую команду, действительно. Был легендарным футболистом, становится легендарным тренером. И на фоне других африканских стран, которые делают ставку на, ну, скажем так, зарубежных специалистов, французов, кого-то еще, вот здесь вот Сонг великолепно себя показывает с 18-го года, очень здорово ведет свою сборную. И тут видна мысль, видна тренерская рука и так далее. Сонг очень хорош. А вот Карпин, ну, все-таки в последнее время есть ощущение, что у него какая-то эмоциональная выхолощенность, и он не так уж и настроен работать за сборную России. Потому что совмещение, конечно, тяжело ему дается, в том числе и эмоционально. Это видно. Его слова, что он не держится за рабочее место в сборной России и так далее. Ну, и вообще какой-то общий спад, что в Ростове, что в сборной России. Все это говорит о том, что Карпин просто устает от этого самого сумасшедшего графика. Поэтому сейчас, мне кажется, Сонг в качестве наставника, ну, как-то поживее, что ли. Лучше готов, больше экспериментирует с точки зрения футбола, тактики и всего остального. Его удивляет, сборная Камеруна действительно проделала огромный путь при нем. В общем, тренерская дуэль здесь тоже в пользу камерунцев. Ну, а что будет в итоге, это, как говорится, посмотрим. Мяч рассудит. Ну, а я пока с вами прощаюсь.